Здравствуйте! Меня зовут Кристина Осотова. Я специалист по обучению в школе ухода мастерская забота. В этом видео мы разберем способ мытья головы с помощью шапочки. Как я уже говорила, любому человеку важно ощущение чистоты тела. Тяжело больному человеку это необходимо вдвойне. Гигиена тела и волос – важная составляющая правильного ухода, но в некоторых случаях помыть голову подопечному очень сложно. Пока тяжело больной человек активен, лучше проводить гигиенические процедуры в ванной комнате или в кровати с использованием ванночки. Но если по каким-то причинам вы не можете помыть голову подопечному такими способами, то можно использовать для мытья головы специальные одноразовые шапочки. Шапочкой можно воспользоваться в следующих случаях. Если тяжело больной человек слишком слаб, если при мытье головы другими способами человек испытывает боль и дискомфорт, если подопечного нельзя сильно охлаждать. Одноразовая шапочка содержит несмываемый шампунь, который хорошо очищает волосы и кожу головы и дает ощущение свежести вашему подопечному. Однако помните, что шапочка не является полноценной заменой обычному мытью и не может применяться регулярно. Всегда предупреждайте больного обо всех своих действиях и спрашивайте его согласия прежде, чем что-то сделать. Это помогает человеку в зависимом положении сохранить чувство собственного достоинства. Перед использованием шапочку необходимо нагреть. Обычно производитель рекомендует использовать для этого микроволновую печь. В зависимости от производителя у шапочки могут быть разные время и мощность нагрева. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке перед использованием. Также для нагрева шапочки можно использовать горячую воду. Поместите невскрытую упаковку с шапочкой в емкость с горячей водой на 10 минут. Используйте горячую воду из-под крана. Не следует использовать для этого кипяток, так как вы можете обжечь вашего подопечного или испортить шапочку. На плечи подопечному положите полотенце. Перед мытьем расчешите подопечному волосу. Вскройте упаковку, достаньте и расправьте шапочку. Убедитесь, что температура шапочки комфортна, приложив тыльную сторону ладони к шапочке. Особенно важно проверить резинку шапочки, так как она греется больше всего. Наденьте шапочку на голову подопечному. Если волосы у подопечного длинные, положите в шапочку сначала кончики волос, а затем наденьте шапочку на голову. Убедитесь, что все волосы убраны под шапочку и что вашему подопечному комфортно. Помассируйте голову через шапочку в течение 3-5 минут, так чтобы шампунь распределился по волосам равномерно. После мытья снимите шапочку и просушите волосы с помощью полотенца или фена. Шампунь смывать не требуется. Шапочка является одноразовой. Мытье головы таким способом занимает не более 10 минут. Мыть голову тяжелобольному человеку необходимо минимум 2 раза в неделю или по мере загрязнения волос. Помните, что данный способ не может применяться регулярно и ничто не заменит качественное мытье волос с помощью воды и шампуня. Мы рекомендуем чередовать мытье головы шапочкой и водой с шампунем. Мытье головы повышает настроение, дает вашему близкому чувство свежести и улучшает качество его жизни. На этом все. Спасибо за внимание. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!